Начало большому делу было положено в далеком 96-м. Тогда Александр Лукашенко учредил специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. За четверть века поощрения получили около 50 тысяч ребят, более 4 тысяч педагогов, научных работников, почти 400 коллективов. Десятки лабораторий в учреждениях образования смогли обновить свою учебную и производственную базу, исследовать и внедрить в практическое использование ряд передовых методик и разработок. Готовый образец, обладает всеми свойствами, как тетропак, но есть основные преимущества. Во-первых, он био-разлагаем полностью, в зависимости от количества слоев он может в разное время, то есть от 1 месяца до 12 удерживать вся жидкость, он водонепроницаем, за счет того, что вот это основные компоненты, которые включены в био-биопак, они просто склеены, вот этот слой с тем же самым углем, он не пропускает филетовое излучение, то есть свет, и поэтому молоко не скисает. То есть если вам оказать поддержку, вы создадите это производство? Да. Главная задача технопарка – систематическая поддержка предприятий в реализации инновационных проектов с предоставлением льгот и преференции, а также создание благоприятных условий для бизнеса. Мы хотим поддерживать начинающие бизнесы, начинающих предпринимателей, людей, которые горят своей идеей, хотят ее реализовывать, но которым не хватает по каким-то причинам инвестиций. Человек приходит с идеей. Понятно, желательно, чтобы идея была уже как-то проработана, чтобы человек понимал, как ее реализовывать и понимал, какие ресурсы ему для этого нужны. Создание дополнительной площадки для реализации потенциала, развитие региональных задумок, поиск и воплощение в жизнь новых решений. На конкурс «Бизнес-идей» уже поступило около 50 заявок. Прием до 31 октября. От участников требуется свежий взгляд и оригинальное предложение. В данный момент в Беларуси проходит большое количество стартап-конкурсов. Это особенно связано с молодежью. И если молодежь будет развиваться и продвигать нашу страну, то как бы и страна тоже будет расти. В конкурсе объявлено пять номинаций. Лучшая молодежная бизнес-идея, социальный проект, технологии в медиа, дизайне и культуре, передовые производственные, ноу-хау, интернет-вещи. Принимаются проекты физических и юридических лиц. Мы для наших вот этих резидентов, которых мы поддержим, мы предоставляем и помещение офисное, производственное. Вот здесь в городе Бобруйске тоже. То есть у нас есть прямо сейчас вакантных, там можно до 800 метров квадратных в принципе найти, чтобы приземлить. И мы даже дадим супер льготу на какой-то первый этап для того, чтобы эта идея начала реализовываться. Пристальное внимание к технопаркам со стороны государства уделяется не случайно. В условиях санкции обостряется потребность экономии в отечественных научно-технических разработках, а также их быстром внедрении в серийное производство. Особые экономические площадки созданы во всех областных центрах, а также Новополоцке, Пинске, Горках, Бобруйске и Молодячино. Кристина Риянс, Виталий Гаврусев, Константин Шевцов, Бобруйск-360.